Школьный референдум – это деловая игра по обучению школьников основам избирательного законодательства. Программы инициированы Министерством образования и избирательной комиссии Московской области. Референдумы прошли в 12 образовательных организациях городского округа Люберцы. Наша съемочная группа побывала в гимназии номер 5. В выходной воскресный день эта школа не закрыта. Сегодня здесь кипит бурная деятельность. Обсуждают важную проблему. На очереди вопрос – нужен ли день школьника городского округа Люберцы. В бюллетене два варианта ответа – да или нет. Но сами школьники вне заданных рамок мыслят гораздо шире и к вопросу о празднике подходят совсем не по-детски. Я проголосовала против, потому как праздник – это лишние деньги из государства, из бюджета. Поэтому у нас так, как видите, дороги не особо хорошие, поэтому я считаю, что не нужен праздник. А вы как? Я проголосовал за, конечно, деньги из бюджета лишние тратятся, но мне кажется, ну, не такая уж это и большая трата. И тем более лишний праздник никогда не помешает. Пока одни голосуют, те, кто уже сделал свой выбор, могут поучаствовать в мастер-классах и других мероприятиях, которые проводятся на территории школ избирательных пунктов. Открыты секции, какие-то кружки. Кто-то проводит родительские собрания, рассказывает о новшествах, которые произошли с 1 сентября в школе. Кто-то показывает свои школьные музеи, проводятся турниры. Мама, папа, я – спортивная семья. Шахматы дети играют. В этот день школьные референдумы впервые прошли на территории Люберецкого округа. Идея проведения мероприятия принадлежала избирательной комиссии области и Министерству образования Московской области. Это какой-то шаг к обучению, опять же, к обучению людей, школьников к будущей жизни. Потому что мы время от времени проводим выборы. То ли местное самоуправление, то ли это субъект федерации. Это же тоже какой-то процесс. И вот ребята в этом процессе самоорганизовались. И сегодня они проводят такой референдум. По сути, это какая-то процедура выборов, потому что есть счетная комиссия, есть процедура голосования, есть подсчеты голосов, подсчеты бюллетеней. Поэтому, скажем, сегодня ребята и учатся, но я думаю, они закладывают некий фундамент на будущее. По итогам выборов решили Дню школьника быть. За это проголосовало большинство 95 респондентов. Теперь в планах утвердить конкретный день и регламент проведения праздника. Эти задачи лягут на плечи учащихся. Они должны разработать проект Дня школьника. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова